В этом году мы отвечаем сразу две важные даты. Одна дата важная для истории дагестанского изобразительного искусства, вторая для всего Дагестана – это 110 лет со дня рождения Галины Павловны Конопадской и 100 лет со дня образования нашей республики. Одна дата важна для всех, кто любит дагестанское искусство, а вторая дата – это дата, объединяющая всех людей нашей республики, это дата большого республиканского значения. И тем не менее выставку Галины Павловны Конопадской мы посвящаем не только ей, но и вот этой круглой дате, потому что в ее творчестве отразились очень многие страницы, важные страницы истории нашей республики. Творчество Галины Павловны Конопадской – это очень яркая и значительная страница в истории нашего искусства. Она приехала в Дагестан в 1955 году. Она и ее муж Алексей Иванович Августович. Этой людям были очень трудной судьбы, в их судьбе отразились вообще вот такие вот вехи нашей истории. Она закончила Суриковский, вместе с Августовичем закончили Суриковский художественный институт в 1940 году. В 1941 началась война, и Юрий Алексеевич ушел на войну, к большому сожалению попал в плен, и после этого, уже после освобождения из плена, был репрессирован. Только после войны Галина Павловна узнала, что он жив, и в 1948 году она переехала в село Ягодное, Магаданскую область, к нему на поселение. Там родился их сын, а в 1955 году, когда они получили возможность выехать, все равно у них был запрет на проживание. Встали в крупных столичных городах, и они приняли решение счастливое для нас приехать в Дагестан. И вот с этого 1955 года начинается их дагестанская история. Галина Павловна оставила нам огромное художественное наследие, о котором мы будем подробнее говорить. И, прежде всего, это был художник, который очень любил жизнь во всех ее проявлениях, ей были интересные люди. Она писала, что «я полюбила Дагестан». Этим словам действительно безоговорочно веришь, потому что ей оставлено огромное количество картин, и все они посвящены Дагестану. И тематически это очень разнообразные работы, это и жанровые сцены, это и многочисленные портреты Горянок, и замечательная у нее серия материнства, и тематические картины. Это был человек, которому был интересен мир во всех проявлениях. У него очень много таких жанровых картин, сюжетных, в котором, казалось бы, какие-то бытовые события, пресс сына из армии, семья у телевизора, вот мы будем смотреть работу «Обеденный перерыв». Все эти события, они рассматриваются вот в таком огромном масштабе, и все это события, отношения между людьми, все вызывает у нее большой интерес. Но, конечно, в его творчестве отразились и какие-то этапы истории, на которые художники должны были реагировать, и не могли не реагировать. И вот здесь мы видим две работы. Это «Красная армия» – это работа 1967 года, и «Победа на красном коне 1968 года». Ну, кто помнит то время, кто понимает, что в 1967 году было 50-летие Великой Октябрьской революции, и, конечно, художники на эти даты обязательно должны были реагировать. И вот здесь мы видим такую картину по тематике тех лет. Это было сложное время, и, с одной стороны, люди советского периода помнят его таким апоэтизированным, и даже у таких свободных, как Акуджава, появляются комиссары в «Красных шлемах», и в легендарный фильм «Офицеры», где появляются такие образы прекрасных, достойных красноармейцев. Вот у Галины Павловны на этой картине «Красная армия», скачущие вдоль гор «Красная армия» на конях победоносная. И рядом уже в 1968 году написана картина, тоже как бы вдохновленная вот этой темой революции, «Победа на красном коне», тоже легендарный такой «Красный конь», мы помним его Петрова Водкина, «Красный конь». «Красный конь» – это и символизирует вот этот цвет советский, «Красный флаг», «Красная армия», «Красный конь», на котором «Красная армия» с поднятым кверху мечом. Победа нашего строя, победа этих идеалов. Тоже работа 1967 года, «Годы борьбы» называется она. И Конопадская раскрывает главные события этих лет, борьбу не через военные сражения, а через отношения людей, что это не только победы и поражения, сражения и войны, это и расставания. Это период, когда рушились семьи, многие женщины теряли своих мужей, дети оставались без отцов. И вот такая сцена, которая, конечно, в эти годы, и на протяжении 1917 года до 1920-х годов, которую пережили многие люди. Мужчина уходит на фронт, и его провожает женщина. Но тут мы можем предполагать, кто это – жена или мать. Но мы склонны все-таки думать, что это – жена. И посмотрите, как Конопадская, она немножко, у нее даже такая чуть схематичная, чуть плакатная манера, но она, тем не менее, прекрасно передает мимику своих героев и большой мастер вот таких психологических жестов. По тому, вот как пытается удержать эта женщина, своего супруга, по тому, как в то же время вот ее руки так повисли, и как она раздавлена этим горем, мы ощущаем ее внутреннее состояние. А мужчина собран вот в руке у него, тогда такое известное, значит, когда винтовки обрезали, получились вот такие вот виды оружия, которые получил название «обрез», потому что это обрезанная винтовка, он тоже опечален, но, как свойственно дагестанскому мужчине, сдержан, собран, и он понимает, что ему надо осуществить свой выбор, долг, и он уходит сражаться. Другое очень сложное время, которое пережила наша страна, это годы войны. И опять Галина Павловна раскрывает нам вот эту трагедию не через боевые сражения, не через портреты героя фронтовика, а открывает вот эту вот другую сторону трагедии, вот боль тыла, тоска семьи, которые ждут своих сыновей, мужей, отцов. Эта картина называется «Письмо с фронта», и мы можем, глядя на нее, задуматься, какое это письмо. По тому, как опечалена пожилая женщина, мы понимаем, что это какие-то тревожные вести, может быть, ранен ее сын. По крайней мере, вот видно, что это письмо внушает ей опасения, и в то же время вот Конопадская передала очень хорошо выражение вот этой лица, когда пожилые люди как-то внутренне собираются, печалятся и принимают вот то, что посылает им судьба. Молодая женщина пытается как-то ее утешить, она очень деликатно ее обнимает, и рядом мальчик, который, вероятно, слышит разговоры взрослых, вот у Конопадского он не такой ребенок, который бегает, играет, а он тоже вот после прочтения письма понимает, что что-то такое тревожное, он тоже задумчив, грустен и сидит вот рядом с бабушкой. Мы видим еще одну работу Галины Павловны Конопадской, которая называется «Патимат». Это портрет 68-го года, и мы поговорим о социальной подоплеке этой картины. Вероятно, вот в духе вот этих вот картин 67-68 года, когда она поднимает какие-то темы, связанные с преобразованиями, которые привнесла революция. Ну, картина для сегодняшнего зрителя необычная. Девушка отрезает косу. Я интересовалась у сына художницы Юрия Алексеевича Августовича. Вот что навеяно, каким сюжетом навеяно эта картина. Он рассказывал, что в 50-е годы вот такое было движение, когда девушки отрезали косы, даже иногда, как он говорит, это было прилюдно, и это поощрялось, как вот в духе, так сказать, эмансипации и самостоятельности. В то же время нам это очень странно, потому что все-таки очень долго в культуре Дагестана было, что вот девушка свою косу берегла, и даже если мы вспомним поэму Расула Гамзатова «Горянка», то осман, желая его так опозорить, оскорбить, а сияд, он наносит ей удар финкой в лоб рукоятью, рвет платье на грузе и отрезает косу. Это вот отрезание косы, как вот и удар, и разорвать одежду на груди, это вот как символ такого бесчестия девушки. И мы знаем, что в древней культуре, когда люди дрались, если женщина снимала платок, и обнажала волосы, это тоже было таким знаком, что мужчины должны были прекратить сражаться. И интересна еще и другая подоплека, потому что многие девушки-дагестанки в городы войны тоже уходили на фронт, и вот как раз во время войны женщины, которые участвовали в военных действиях, они должны были отрезать волосы, потому что тогда требовали санитарные нормы. И даже вот фотографии, наша первая летчица Бавер Джафарва, она ходит с короткой стрижкой. Но все-таки наше первое ощущение такое неожиданное, потому что я тоже интересовалась у историков, как бы вот такого факта, что прелюдно отрезали косы, как бы мы в широкой культуре не знаем. Но вот мы объясняем замысел художницы, что это признак, так сказать, эмансипации девушки. Но действительно, что в 50-е, 60-е годы, когда студентки учились, то говорили, а почему вы в платках, разве жарко, вот так вот, как бы, к снятию платков. Такие были призывы, но были ли они вот в таком плане, нам сегодня кажется, может быть, немножко преувеличен. Но тем не менее, вот Конопадская говорила, что это было, и как раз именно этот момент у нее запечатлен. Мы подходим к следующей работе. Работа эта называется «Горянка». И мы видим вот такой традиционный, прекрасный образ дагестанской девушки. Надо сказать, что именно вот таких традиционных горянок, которые жили в селах, Конопадская рисовала очень много и с большой любовью. У этой картины еще есть интересная история ее приобретения. Когда я делала выставку по Расулу Гамзатову «С любовью женщины», я взяла стихи поэта о женщинах и подбирала какие-то женские образы, которые как бы соответствуют его настроению. И вот, увидев эту работу, я сразу вспомнила сонет Расула Гамзатова «Лаура. Горпрелестная аварка», чтобы воспеть себя на целый свет. Жаль, не родился до сих пор Петрарка. «Где скальный к небу крепится клебет, и у реки, объятой скачкой звонкой, быть может, и не видая причуд, осталась бы прекрасной незнакомкой, когда бы не воспел тебя Махмуд. И сам тебе пою я, но покуда не смог ни разу превзойти Махмуда, но веруя твоим покорным чарам, что явится в горах наверняка, кто воспоет тебя, владея даром, поручика Тенгинского полка». Вот, наверное, такую женщину, о которой поэт говорит, что ее должны воспевать, самые лучшие поэты, которые восхищаются ее красотой. Наверное, вот именно такую женщину нарисовала Конопадская, прелестную своей скромности, такую сияющую своей красотой. И портрет этот действительно является, на мой взгляд, вот такой одним из жемчужин женских образов в нашем собрании. То, что объединяет силы женщин и эмансипированных, и неэмансипированных, и то, что является для большинства женщин главной радостью о жизни, это, конечно, материнство. Этой теме Галина Павловна Конопадская посвятила огромное количество работ. Вот она писала, что красота дагестанских женщин восхитила ее и заставляет все время писать дагестанских Мадонн. И это разные композиции, разные ракурсы, разные героини. И она показывает вот как бы разные грани. Это и какие-то очень нежные чувства, как в этой картине. И гордость матери своим ребенком. И некоторые картины так и называются материнством, а некоторые она называла «Кавказская Мадонна», «Радость материнства». Вот эта тема у нее звучит в очень многих вариациях, вплоть до создания космической Мадонны, где она нарисовала женщину-скафандр с малышом в скафандре. Вот здесь прекрасная работа Галины Павловны Конопадской, «Материнство». Очень интересная композиция здесь, которую мы заметим на многих работах Конопадской. На первом плане какой-то вот идейный стержень, какая-то композиция, где есть люди, а потом вид аула. Она очень любила вот такие композиции, где за героями раскрывается большая панорама. Вот здесь как раз такая композиция «Мать и ребенок». Как будто ее живопись условная, и в то же время она очень точна вот в своих деталях. Потому как этот ребенок склонился к своей маме, как она его держит, чувствуется вот та огромная любовь, которая есть между этими героями. И как раз Конопадская художник, которая стремилась всегда на первом месте, когда ее работы смотришь, понимаешь, какую мысль, какую чувство, какую эмоцию она заложила в эту работу. Вот здесь вот огромная любовь, слияние матери и ее ребенка. И вот эта панорама горного аула, который рассылается за ней, он тоже очень гармонично вписывается в эту картину. Это и рождает такие чувства, что, наверное, в каждом из этих домов тоже есть мать и ребенок. Это маленькие домики за ней. А целый мир людей, которые там обитают. И, наверное, в каждом из них есть вот эта вот любовь матери и ее ребенка. И в то же время как будто весь этот мир и появился, потому что есть мать и ребенок. Потому что женщина, которая растит своих детей, и они становятся уже взрослыми людьми. Надо сказать, что обычно Галина Павловна берет для вот этих своих картин «Материнство» очень большой формат. Но вот рядом мы видим работу, где она изобразила в таком более камерном масштабе. Работа тоже называется «Материнство». Это такая сюжетная композиция, где на фоне гор молодая мать с ребенком и две женщины рядом. Это ее подружки или родственницы, которым она показывает своего ребенка. И видно, что вот этот ребенок и является главным центром картины. Он источник такой нескончаемой любви и гордости своей мамы. А родственницы или соседки, эти женщины с любопытством рассматривают этого малыша. Рядом еще одна прекрасная работа Галины Павловны Конопадской «Разговор». Мы видим композицию, о которой я говорила, когда на первом плане герои, а дальше огромные такие просторы Дагестана, пашни, горы, спаханное поле. И на первом плане мы видим девушку-юношу. Девушка, как свойственно дагестанке, очень скромная, стоит потопившись, а юноша очень уважительно разговаривает с ней. Картина называется «Разговор», но мог бы назваться и «Признание», потому что по тому, как стоят эти герои, понятно, что это разговор о любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова